Всем доброго дня, это Гелиус Сар и история конца 19-го, начала 21-го веков просто на пальцах. Параграф 49. Международные отношения от разрядки к завершению Холодной войны. Противоречие между двумя сверхдержавами СССР и США не раз сопровождалось попытками наладить взаимопонимание, диалог, принять правила поведения, исключающие возникновение угрозы глобального ядерного конфликта. Улучшение отношений наметилось в середине 50-х годов, когда было заключено перемирие в Корее. Тогда же был достигнут компромисс в Юго-Восточной Азии, Женевские соглашения, которые разделили Вьетнам на Северный и Южный. Удалось добиться нейтралитета Австрии. Дело в том, что Австрия изначально была оккупирована, фактически в большей части именно Советским Союзом. Но Советский Союз оставил Австрию и не стал превращать ее в отдельное просоветское государство. Взамен удалось достичь того, чтобы Австрия была нейтральной, чтобы там не было войск НАТО. Несмотря на сложности в развитии взаимоотношений, СССР и США постепенно налаживали ограниченный диалог друг с другом. Советский Союз со времен первых пяти лет стремился преодолеть свое отставание в уровне индустриального развития от передовых стран Запада. И обеспечить свою безопасность в военной области. Централизованное управление народным хозяйством и мобилизационные методы управления позволили решить многие из этих задач. Но несмотря на то, что к 70-м годам СССР превзошел США по таким показателям, как выпавка чугуна и стали, то по другим показателям Советский Союз только отставал. То есть постепенно Советский Союз и его союзники утратили важную позицию в экономическом, а затем и в идеологическом соперничестве двух систем. Централизованная система управления проиграла социально ориентированной рыночной экономике. В то же время степень социальной защищенности граждан СССР и других странах социалистического лагеря была намного выше системы социальной защищенности. Отсутствовала безработица, существовала полностью бесплатная система медицинского обслуживания населения, бесплатное образование, очень низкой была оплата коммунальных услуг. Нехватка средств помешала развертыванию в странах организации Варшавского договора информационной революции, хотя по уровню развития военных технологий СССР не уступал Западу. Бессмысленность политики жесткого противостояния на международной арене, порождавшая угрозу взаимоуничтожения, стала понятна правящим кругам СССР и США уже после Карибского кризиса и побудила две сверхдержавы начать переговоры между собой. Были подписаны такие договора, как запрет ядерных испытаний в трех сферах. Воздушный, то есть взрывать ядерные бомбы в воздухе, сбрасывая их с самолетов. Водный, то есть в воде, под водой ядерные испытания запрещены. И на земле, то есть наземные и подземные испытания также были запрещены. Слишком это было все опасно. К 70-му году были установлены системы прямой связи между столицами ядерных держав, вроде Великобритании, Франции, СССР, США и Китая. Правящие круги СССР и США пришли к выводу о бессмысленности дальнейшего увеличения числа носителей ядерного оружия. Проще говоря, ракет, ядерных ракет. Этих самых ядерных ракет с ядерными боеголовками и так было достаточно для гарантированного уничтожения всей планеты Земля несколько раз. И начали подписываться уже договора об ограничении этих самых ракет, об ограничении боеголовок и тому подобного. Таких договоров было несколько. То есть ОСВ-1, ограничение стратегических вооружений. Больших тех самых, больших ракет межконтинентальных, которые могут достать куда угодно. То есть был такой договор, были и другие договора. Большие потери США понесли в результате войны во Вьетнаме в конце 60-х, начале 70-х годов. Это стало одной из причин их готовности пойти на разрядку. В самих США возникли массовые движения протеста против войны во Вьетнаме. Они охватили как сами США, так и европейские государства НАТО. Большое влияние для исключения угрозы мировой войны имело снижение уровня напряженности в Европе. Там основные силы военных блоков НАТО и организации Варшавского договора непосредственно противостояли друг другу. В 70-х годах был подписан договор, улучшивший отношения между СССР и ФРГ. Западная Германия признала нерушимость границ в Европе. До этого года Западная Германия воспринимала ГДР, Восточную Германию, как свою оккупированную территорию. Теперь ФРГ от этого отказалась, собственно говоря. Были подписаны и опять-таки ряд других договоров, вроде признания ФРГ и ГДР друг другом. В 72-м году в Хельсинки, Финляндии, начались консультации о возможности заключения соглашений европейских стран о понижении напряженности на континенте. Также развитие сотрудничества в области экономики, науки, техники, экологии и культуры. СССР также принимал активное участие в этих консультациях. Там были приняты целый ряд различных договоров, в том числе о том, что, например, Советский Союз будет активно поддерживать и защищать права человека. И СССР даже подписал, собственно говоря, эту бумагу. Но там были еще и другие договора о том, что будет сокращено количество западного, особенно американского, ядерного оружия в Европе. Поэтому СССР воспринял эти договора как свою победу. Но Запад также воспринял эти договора как свою победу, так как СССР вроде как обязывался поддерживать и защищать права человека в Советском Союзе. Но на самом деле СССР вовсе не собирался права человека как-то соблюдать у себя. Вовсе нет. Разрядка международной напряженности породила в большинстве стран мира иллюзию относительно возможности прекращения холодной войны. Но коренные причины противостояния двух сверхдержав не были преодолены. И у разрядки было немало противников как в СССР, так и в США. Да, к сожалению, это и есть. В США, прежде всего, противниками разрядки был военно-промышленный комплекс, то есть военные корпорации. Для них разрядка и прекращение холодной войны были крайне и крайне неприятными. Ведь они теряли многомиллиардные контракты. Это было им невыгодно. Потом было достаточно много ярых противников вообще коммунизма как такового. И они также очень активно противодействовали. В самом Советском Союзе разрядка тоже воспринималась как слабость, как уступки Западу. И тоже достаточно активно критиковалась. Мало того, после того, как в Белом доме пришел Рональд Рейган, а Советский Союз допустил одну из самых больших ошибок в своей истории, это вторжение в Афганистан, начался новый, очень тяжелый виток холодной войны с сильным обострением отношений. Но к этому моменту, собственно говоря, ситуация в Советском Союзе уже стала достаточно тяжелой. Это уже было. То есть экономические кризисы активно и активно нарастали. К 1983 году обострение отношений достигло своего апогея. Войска США высадились на Гренаде, небольшом островном государстве в Карибском море, где у власти находился союзный для Кубы режим. Это стало демонстрацией решимости Вашингтона идти на прямое применение вооруженных сил. И стало достаточно неприятным для Советского Союза, который никак не смог помочь маленькой Гренаде. Жесткий курс администрации Рейгана поставил лидеров СССР перед дилеммой. Идти по пути силовых ответов и, собственно говоря, фактически опять ввести мир к войне. Или пытаться решить ситуацию. В итоге, после прихода к Горбачеву, было принято решение о том, что надо идти искать новые пути к полной разрядке. В 1985-1986 годах были встречи между Горбачевым и Рейганом. И на этих встречах каких-то договоров подписано не было. Но дальнейшее обострение прекратилось. А после, по мере того, как в Советском Союзе усугублялся и углублялся общий кризис, Советский Союз уже сам начал идти на очень и очень серьезные уступки. Ну, к этому моменту уже, собственно говоря, пошел полный развал всей советской системы. То есть, к этому моменту уже начался вывод большого количества войск из Восточной Германии. А там чуть не миллион находился. То есть, начали выводить эти войска. ГДР в скором времени просто присоединилась к ВРГ. Германия объединилась. Начался вывод войск из других стран Варшавского договора. Да и сам Советский Союз постепенно начал разваливаться. То есть, это все было. К тому же, после того, как в 89-м году СССР вывел войска из Афганистана и обязывался на деле уважать свободу социального и политического выбора народов. Это с него преграды на пути демократических революций в странах Восточной Европы, в том числе в ГДР. То есть, уже и начал распадаться весь советский блок, который был. В целом, ситуация в мире в 90-91 году свидетельствовала о полном завершении Холодной войны. Весной 91 года была распущена организация Варшавского договора и Совет экономической взаимопомощи. С распадом СССР в 91-м году, прекращением существования этого полюса мировой силы, стало очевидно, что происходит смена модели миропорядка. Запад воспринял все эти события как свою победу. Но Запад очень сильно удивлялся, почему Россия не считает себя побежденной. И, кстати, продолжает удивляться этому и до сих пор. Вот такая вот интересная особенность. Поэтому рассматривать Запад и их отношение к России надо с той точки зрения, что по их понятиям Запад победил. И мы, побежденные, должны, так сказать, валяться в коленях. Мы же себя побежденными не считаем. И валяться в коленях вовсе не собираемся. Мы считаем, что наоборот, мы просто мирно закончили ненужное противостояние. И вышли, так сказать, полностью сохранив все права. Ну, Запад этого несколько не согласен, но сделать ничего уже не может. Расскажите о военном соперничестве СССР и США и его итогах. Это соперничество, с одной стороны, было достаточно опасным. Несколько раз мир ставился на грань с полного уничтожения. Но, с другой стороны, это соперничество способствовало в 20 веке настолько невероятному научному, экономическому и политическому развитию. Причем, особенно, научному развитию. Настолько колоссальному. Что, конечно, в этом соперничестве есть и достаточно серьезный прогресс, конечно же. Для какой из сторон противостояние оказалось большим экономическим бременем и почему? Конечно же, для Советского Союза. Советский Союз на момент своего создания был очень бедным государством. Бедным и очень неразвитым. А Соединенные Штаты уже в начале 20 века это была мощнейшая промышленная держава. Характеризуйте значение советско-американских соглашений по стратегическим вооружениям. Это были очень важные соглашения. Так как они ограничивали общее количество вооружений, давая возможность хотя бы слегка успокоиться, посмотреть по сторонам и сказать, зачем мы вообще столько сделали этих боеголовок. Ими можно всю Солнечную систему уже уничтожить вместе с Юпитером. Но это были достаточно важные договора, которые обеспечивали мир. Составьте план ответа по теме Разрядка международной напряженности. Причины и следствия. Разрядка международной напряженности это были события, при которых Советский Союз или США оказывались в тех условиях, когда нужно было снизить общую напряженность. Всего один раз дело в общих отношениях дошло до того самого знаменитого Карибского кризиса, то есть фактически ядерной войны. Когда оставалось буквально всего ничего и посыпятся ядерные бомбы. И этого хватило обоим государствам, чтобы понять, что не стоит даже повторять такие вещи. Какие причины вызвали обострение советско-американских отношений в конце 70-х, начале 80-х годов? Первой причиной это было вторжение СССР в Афганистан. Второй причиной смена хозяина Белого дома. Ушло прежнее руководство и пришел Рональд Рейган. Нео-консерватор, который воспринимал Америку как высшее, самое могущественное государство, которому обязаны подчиняться все остальные. Стоит отдать Рональду Рейгану, что для Америки он сделал все абсолютно, чтобы сделать Америку великой. И не его вина, что в 21 веке Америка превратилась чуть ли не в страну третьего мира, экономика которой погрязла в долгах совершенно невозможного уровня. Когда и каким образом завершилась Холодная война? Холодная война завершилась в 1991 году с моментом развала Советского Союза. Это момент окончания Холодной войны. При помощи текста учебника и дополнительных материалов, подобранных самостоятельно, сформулируйте. Основные черты современного информационного общества. Информационное общество – это общество, где информация доступна абсолютно всем и каждому. То есть, благодаря смартфонам, ноутбукам, мобильному интернету, то есть, информация есть везде и всегда. Любые сведения с любой точки планеты появляются в сети мгновенно и становятся достоянием общественности также мгновенно. Скрыть что-то практически невозможно. Это такой момент. И это время, то есть, информационное общество – это общество, где информация, она стоит гораздо дороже, чем все остальное. Так как мир у нас капиталистический, везде биржи, то для тех самых бирж любая информация может стать как взлетом этих бирж, так и, собственно говоря, падением. Взрыв одного бензовоза может обрушить стоимость акций какой-то нефтяной компании. Если эта нефтяная компания большая, то может обрушить биржи нескольких стран, вызвать мощнейшие экономические критисы. Всего один бензовоз, новости о котором появились мгновенно. И все. Целая страна оказалась в экономическом кризисе. Вот такие вот вещи. То есть, информация стоит очень дорого. Примеры влияния новых средств аккумуляции, хранения и передачи информации на мировую политику и экономику. Ну, я их только что, по сути дела, описал. То есть, интернет, компьютеры – все это очень сильно влияет. Примеры влияния новых средств коммуникации и хранения информации на вашу повседневную жизнь и жизнь ваших родителей. Ну, что я могу сказать? Для самого себя, вот, например, то, что я делаю в данной ролике, это как раз таки то, как я влияю на информационное общество. Самый простой, собственно говоря, пример. Субтитры создавал DimaTorzok